Смоленская АЭС Система «Безопасный город» в Десногорске Итоги конкурса «Мы, дети Атомграда» На Смоленской АЭС в работе первый и третий энергоблоки. Общая мощность составляет 1963 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 с 22 мая находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 29 дней июня составила более 1,3 миллиардов киловатт-часов. С начала года выработано более 10 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 198 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Начаты подготовительные работы по осторожению новых блоков в Смоленской и Ленинградской областях. Соответствующее решение было подписано Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым по итогам совещания об организации работ по осторожению блоков Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов. Данные проекты включены в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную Правительством Российской Федерации. Новые энергоблоки Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВР ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт будут построены в 6 километрах от действующих энергоблоков САЭС. До конца 2020 года планируется разработать и утвердить план мероприятий по инвестиционному проекту САЭС-2 энергоблоки номер 1 и 2 и открыть финансирование для реализации мероприятий в соответствии с планом. С открытием финансирования инвестиционного проекта Смоленской АЭС-2 начнется разработка проектной документации на объекты станции. Получение проекта на вспомогательные объекты даст старт работам непосредственно на площадке будущей АЭС, сооружению дорог, рабочего городка, проведению электро- и водоснабжения. После разработки проекта на основные объекты САЭС-2 будут организованы работы для получения лицензии Ростехнадзора на их сооружение. За соблюдением порядка в Десногорске следят не только люди в форме. Уже не первый год в Атомграде функционирует система «Безопасный город». Начав работу в 2018 году, сегодня это уже привычный элемент безопасности. Главная задача АПК «Безопасный город» – профилактика правонарушений на улицах Десногорска. Для этого в самых многолюдных местах ведётся круглосуточное видеонаблюдение. Информация с камер поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу ГОИЧС, а также в местный отдел полиции. Степень развития АПК «Безопасный город» мы, конечно, здесь в Десногорск выделяется в лучшую сторону, потому что ни в одном другом городе Смоленской области такого нет. Оборудование соответствует духу времени. Это современные IP-камеры с широким углом обзора. Оператор может просматривать сразу несколько изображений и быть в курсе ситуации в разных частях города. Электронный зрачок уже зарекомендовал себя как полноценный помощник правоохранителей. Показательный пример – недавняя порча имущества обновлённого городского пляжа. Удалось уже найти нехороших людей, которые пытались поломать, сломать это оборудование, сломать скамейки, пытались, скажем, нарушать общественный порядок на территории пляжа. В 2020 году к системе видеонаблюдения дополнительно подключены четыре городских участка. Итого – почти 50 камер наружного наблюдения. Это третий этап проекта по повышению безопасности в Атомграде. На его реализацию за победу в конкурсе фонда АТР-АЭС Управление по делам ГО и ЧС получило от концерна «Росэнергоатом» более двух миллионов рублей. Я считаю, что хорошо, что камеры есть, и они заставляют подумать людей, прежде чем совершать какой-нибудь девиантный поступок, ну, вандализм, чаще всего, который совершают подростки. Чтобы не хулиганили столбы, но фонари не били, как бы, чтобы следить за всем происходящим. Три призовых места заняли десногорские школьники в 13-м международном конкурсе «Мы – дети Атомграда», который проводит Ленинградская АЭС при поддержке «Росэнергоатом» и «Росатома». Его участниками стали юные таланты в возрасте от 3 до 18 лет из 18 атомных городов. В номинации «Рисунок» первое место в своей возрастной категории заняла воспитанница детского сада «Мишутка» Варвара Сосновских с работой «Мы – дети Атомграда» помним. Второе место у ученицы школы номер 2 Полины Тарасовой, которая представила на конкурс «Рисунок», а из нашего окна «Атомная станция видна». Ученица школы номер 3 Софья Козырева стала победителем в номинации «Литература». В 2020 году завершающий этап проекта будет проходить в новом формате. Финальная выставка конкурсных работ впервые в истории пройдет онлайн в июле. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok